А что же, дорогие друзья, второй тайм у нас начался матча Спартак-Крастоф, это у нас восьмой тур, и, конечно же, это у нас, получается, середина восьмого тура, какой это у нас матч-то, третий, четвёртый, так, это у нас матч четвёртый, наверное, скорее всего, да, это уже экватор, восьмого тура, и... И... Вовсисян делает неточный пас. Так, тут Бухаров что-то делает, ну, видимо, тоже захотел побухать, прибежал, думает, ну, налью тут, а вот это делать нельзя, это карается жёлтыми карточками. Так вот, 3-0, эээ, Спартак ведёт, ведёт уверенно. Эээ, был у меня прогноз, эээ, на ЦСКА Зенит, эээ, выиграл я в этом прогнозе, ЦСКА играл, эээ, 3-0, эээ, и как сыграл 2-2, на самом деле, в реальности. Меня просто поразило, поразило, мне просто, я был в бешенстве в этом поводу. Потому что, ну, как, ну, ё-моё, ввести 2-2-0, эээ, потом... Пропустить с пенальти, ну, ладно, пропустили с пенальти, но потом, когда тебе дают такой великолепный шанс, Алан Загоев не лошадь пенальти, как Алан, и мог не положить пенальти. Петензи, Калану, он этот матч проиграл, вот. Он этот матч проиграл, честно скажу. Забивает 3-1, совсем другая игра бы пошла. Было бы 3-1, и всё, погнали. Даже бы забей тот же Смольников в конце, эээ, в концовке матча, было бы 3-2, армиицы бы выиграли. Да вы уже поняли, дорогие друзья, за кого я болею. Потому что я говорю, ну, просто я не могу задержать в себе это... И такие... Ну, что это такое вот? Красная, ну, вообще, надо давать. Вот чё он желтую дал, ну, сорвал атаку, вот. Ну, мне, мне вот она вообще, ни в какую, это... Плюс она мне не даёт. Эта команда будет играть в следующей... В следующем туре уже с другой командой. Мне какая разница. Уже в который раз Ростов срывает перспективные атаки. Ничего, и они жёлтые. Что мне эти жёлтые? Да, дорогие друзья, вы уже, наверное, догадались. Я болею за ЦСКА. При этом я поддерживаю Спартак. Потому что я люблю комбинационную игру. А не то, что как Зинит играет. Вот всё я вам выложил в этом матче. Все свои предпочтения. Ну, и, конечно же, я болею за Урал, где я живу. На Урале... Как я не могу поддерживать Урал? Вот такие вот у меня три команды, которые я поддерживаю. Но за ЦСКА я болею всей душой. Сегодня они меня разочаровали. Они упустили восьмую победу подряд. Сами. Они сами её упустили. Они сами виноваты. И главный виновник этого... Это... Конечно же, Алан Загоев, который не забил пенальти. Нужно было отдавать... Не Загоева убить. Нужно было отдавать Ерёменко или Байк Игнашевичу. Но так как... Игнашевич... Постоянно... Ну... Ну, не... Как сказать? Ну, на тренировочке, может, он и бьёт там пенальти. Вот. А... В реальности-то, как бы, в партии-то нет. Итак, Давыдов. Ха-ха-ха! Давыдов! Вот это да! Конечно, нет Давыдов. Сейчас, ну, не будет. В реальном матче... Ну, 4-0. 4-0, а мы играли в Аспартак на 100. Вот так вот вам, ребятки. Что кому не понравилось-то? Ох, нежно, ну, ног. Так вот, нужно... Нужно было отдавать... Бить... Этот пендаль... Не, конечно же, не Загоева. Нужно было отдавать его... Не Игношевич, который редко выкупает. Да я вообще не помню, когда он бил уже в последний раз. Нужно было отдать Ерёменко. У него, получается, просто... Ну, не... Неимоверно классные удары. Почему ему не дать, а, пробить? Ну, промес! На Васильцев закрывает от промеса мяч. Принимает удар на Севера, прямо в живот. Ну, смотри, в живот прямо. Оуу, да там не живот. Там какой-то другой орган. Чуть пониже. Итак. Подача. 75-я минута. Я радостный, потому что я выиграю 4-0. Подача! Ах! Джанаев вылетает! Уже летать Джанаев научился. В этой команде. Бердев его научил. Так, Номасильцев. Номасильцев, ты почему-то мне не отдал, а? Думбия. Вот будет мой Думбия в составе. Всем покажем. В прогнозах. Да и вообще, Думбия притерется. Составу к новому все-таки. Говорят, что... Ну, да, вернулся, как бы, в то же русло. Ну, ребятки, давайте будем объектировать. Игроки сменились. Некоторые. Не все, да, там. Парочка игроков есть сменилась. Немножь тоже нужно притереть. С первого-то матча. Как? А вот Давыдов сейчас мог забить второй мяч. А это сделал Ромело. А это не сделал Ромело. Ромело тоже мог отличиться второй раз сейчас. Все-таки я хочу, ребята, чтобы было сейчас 5-0. Давайте это сделаем. Вы же мне поможете, да? Вы тоже любите спортак. Я тоже люблю его. За комбинационную игру. И тем более, когда оленьчик пришел, они сейчас вообще классно играют. Ох, мастер-сян. Не то, что этот Якин. Якин у меня как-то с Яком, с животным каким-то. С ассоциацией у меня. В общем, нехороший. Нехороший тренер. Сейчас пришел хороший. За долго лет. Много лет. Долго лет. Что-то я не то говорю. Ну, наверное, о Тейфории. Тут Гацхан с мячом. Две минуты до конца. Станкевич. Интересно, Станкевич. У него, наверное, в ходу были какие-то работники на станках. А что раньше были за станки? Так, брызгалов. Мав-си-сян, баш-су-с. Так, глушак. Давай-дав. Мав-си-сян, ну! Да дякого нету уже тут давно. Так, ну, все уже, в принципе, матч близится к завершению. И на споргноз тоже близится к завершению. 4-0. Спартак выигрывает ростов. Думаю, есть мысли поставить денежки, кто хочет поставить. Я, наверное, тоже поставлю завтра. Все, Спартак победил. Поздравляю спартаковцев и болельщиков этой команды с победой. А Ростову просто ничего не пожелаю. Вот так. Всем пока. Злой я такой сегодня. С вами был TimeGames. Не буду говорить. Там ничего дальше. Просто. С вами был TimeGames. Всем пока.